В деревне Тумашово известно своим источником, но мост до него почти развалился. И вот нашелся тот, кто не просто за ремонт взялся, он еще и новый источник, буквально в смысле этого слова, откопал. И все это 80 лет, а источники энергии, наш следующий сюжет. Вот в 39-м году я уже сюда приходил с матерью. Вот здесь брали воду, ну я маленький был. И до сих пор сюда не заросла народная тропа. Ведь это единственный источник питьевой воды для села Тумашово в Заводоуковском районе. Вода в источнике настолько вкусная и чистая, что за ней приезжают из города. Обустроил его он, добрейшей души человек, Анатолий Петрович Богайчук. И все за спасибо. Да я бы никогда не взял ни копейки. Вот вам говорю, что вот эти 50 рублей одна бабка мне засунула в карманы, то они мне как-то жгут. Душу мою. Что вот зачем я все-таки согласился взять-то. Ну а тут женщины говорят, что не надо обратно, она говорит, от всей дыши. А у него душа настолько добрая, что он нашел еще один источник уже на другом берегу реки Коктюль. Чтобы тем, кто живет на той стороне, было ближе идти. И даже мостик поставил, точнее два. Старый уже подрассшатался. А вот второй будет надежен еще долго. И опять все своими руками. И это 80 лет. Здоровье у меня, наверное, откуда взялось? Из лесу. Потому что я всю жизнь в лесу. Только в лесу. Охотничал, всю жизнь охотничал. И работу выбирал все время такую, чтобы то кочегаром работал, то шофером. Чтобы у меня время было заниматься охотой. А еще он никогда не пил и не курил. А может и вода помогает. В селе, кстати, есть колонки. Но местные говорят, качество воды плохое. Уж лучше сходить на источник. Вместо физзарядки, вместо какой-то разминки. Если я не схожу на родник, я считаю, что я болею. Мне что-то, как будто я не поел или что-то еще не сделал. Поэтому в любой день, в любую погоду я обязательно должен хотя бы раз сходить на родник. Ну вот как-то так. Ходят сюда круглый год. Ведь вода в источнике даже зимой не замерзает. Сруб не дает. Так что Анатолий Петрович постоянно слушает благодарности от земляков. Карина Закирьянова, Алексей Красных, Сибинформбюро.